вот такие краски осени хотел я снять красиво цветущую оттаву медоносов луговых опоздал немножко опоздал всего лишь несколько на несколько дней по моей информации еще четыре дня назад луг был полностью желтый от различных цветов ну вот теперь стал белый да и осень такая что если бы не очень холодные ночи то нельзя сказать что это осень вот сейчас на данный момент плюс 25 градусов тепла в тени на солнце больше если бы не холодные ночи и не красные кусты бересклетов можно было бы вполне принять такую осень за лето немножко дают про пропитание луга сенокосные там где косилась трава на сено там оттава всякой всячины даже вот репейник войлочный этот цветет репейник в войлочный василек луговой оттава радуют различных насекомых львиный зев будет держаться цветением до самого мороза цветы львиного зева это самые последние цветы наверное у нас некоторые при резком похолодании так и уходят под снег с цветами растения оно цветет снизу вверх и со цветанием каждого цветка сверху образовывается новый бутон пчелка при любой более менее подходящий и погодик для полетов посещает цветы и в сентябре и даже в конце октября вот такая картина в конце сентября все повысыхало абсолютно все сухое я никогда не думал что скажу эти слова я жду осени я жду похолодания и дождей там где я еще школьникам привязывал лодку на речке там сейчас растет лес и собирают грибы и грибники если конечно идут дожди воды не стало совсем речка уменьшилась вдвое и вот как-то я совсем прохлопал вот такое замечательное растение как дериза дериза или пави по моему называют местные пави она цветет круглый год она и сейчас цветет и как ни странно что-то выделяет круглый год цветет это еще ее называют дикая ягода годжи годжи выращивают как я одну культуру это тоже самое только в дикой форме цветет до сих пор она начинает цвести наверно с начала лета и постоянно новые и новые и новые цветы выбрасывает вот сейчас засуха а это дериза все равно цветет как-то совсем никогда я не снимал и упустил из виду и пчела тоже не и как-то так вот здесь пчелами туго здесь все по выгорало пчелах мало но местная пчелка тоже лазит сейчас я поймаю ее или не поймаю там где-то лазила местная пчелка уже улетела вот такое замечательное растение которое сопротивляется засухе до последнего пчелка опять выйдет выйдет пчелка я не вижу только слышу береза очень хорошее растение на пустырях на таких неудобьях свалках она размножается очень хорошо как верба просто черенками рано весной когда много влаги в земле потыкать черенки и она пойдет в рост вот пчелка лазит лазит старается добирается до нехтарников вот такое замечательное растение если обратить внимание то по всей длине побега у нее постоянно новые бутоны цветы одни вянут а вторые другие распускаются и постоянно образуются рядом тут же бутоны как-то я совсем не обращал внимание на дивизу вот это вот сейчас ехал среди мертвого выгоревшего лула и увидел не только она живая растение не только живое а еще и полносил много цветущих цветов еще больше бутонов это уже среди на осени и пчелка гудит крутится какая-то пчелка здесь пугливая я подхожу а тут же улетает вот такое еще растет у нас безосновательно забытое замечательное растение но и мы мы